Леонардо да Винчи по праву считается гением. Его произведения, созданные во Флоренции, Милане, а затем во Франции, оказали огромное влияние на живописцев эпохи Возрождения, а оригинальные технические разработки на многие века опередили научную мысль. Он был так одарен природой, что любые его занятия мысли давали вдохновенные и совершенные результаты. Леонардо родился в 1452 году. Он был незаконнорожденным сыном нотариуса Тосканского Винчи и уже в детстве отличался незаурядными талантами. Рассказывают, как отец поручил ему расписать деревянный щит для одного из своих знакомых, и Леонардо так изобразил головы Горгона Медузы, что отец смог продать эту работу. В 1470 году Леонардо поступил в ученики к флорентийскому художнику Андреа Дельверокке. Считается, что скромную профессию живописца он выбрал из-за того, что статус не позволял заняться более уважаемым делом. Его первой дошедшей до нас работой стал ангел на картине Веропки Крещения Христа и, возможно, часть пейзажа на ней. Мастер признал, что ученик зад не учителя, и поклялся больше не брать руки кисти. Через несколько лет у Леонардо уже не было отбоя от богатых заказчиков. Начало его карьер совпало с появлением в Италии живописи маслом реалистического стиля, ярким представителем которого стал он сам. «Важно точно следовать природе», – писал он, – «а не копировать других мастеров». Одна из его первых датированных работ – рисунок Долина Рену в Тоскане 1473 год. Вершиной творчества Леонардо этого периода стало незавершенное поклонение волхвов, заказанное ему в 1481 году. В следующие 18 лет он жил в Милане под покровительством герцога Лодовика Сфорца, двор которого прославился роскошью на всю Европу. Для него Леонардо собирался отлить конную статую из бронзы высотой 8 метров, памятник герцогу Франческо Сфорца, отцу правителя. Она не была отлита, поскольку металл упустили на пушки, но сохранились сделанные со знанием дела чертежи. Сам мастер был отличным наездником. Кроме того, как придворный стенограф, он поставил несколько роскошных представлений вроде маскарада планет в 1490 году. Шедевром Леонардо в Милане стала фреска «Тайная вечеря» в трапезной монастыре Санта-Марии Дела Грация 1495. Он по-новаторски подошел к традиционной теме, виртуозно использовав законы перспективы для кажущегося расширения пространства и наделив фигуру Христа и Апостолов невиданной прежде экспрессией. Однако написанная маслом по грунту, а не темперой по сырой штукатурке, картина не выдержала испытания временем и поблекла от сырости. Так страсть Леонардо к экспериментированию не позволила сохранить этот шедевр в первозданном виде. В блокнотах Леонардо мы находим детальные разработки в области гидравлики, включая растительную систему для полей Ломбардия, оптики, астрономии, анатомии, чертежи военных машин и даже водяного будильника. Он неоднократно пытался построить летательный аппарат, спроектировал бронированную повозку, а также велосипед, очень похожий на современный. Писал Леонардо по неясным причинам зеркальным письмом справа налево, и отчасти из-за этого его труды вполне оценили лишь в XIX веке, когда выяснилось, что они предвосхитили многие открытия и изобретения. В 1499 году после падения династии Сфорца Леонардо вернулся в Флоренцию, где стал художником герцега Романи Чезари Борджа. В этот период написана Мона Лиза, Джоконда, восхищавшая современников точнейшим подражанием природе. «Приглядевшись, готов признаться, что жилка у нее на шее бьется», – писал Вазари. Позировавшую даму развлекали на нет и Леонардо музыканты, возможно, этим объясняется ее легендарная улыбка. Сохранилось множество рисунков Леонардо, но на редкость мало картин. В 1516 году Леонардо уехал из Флоренции ко двору Людовика XII французского. У него он получил постоянные жалования и замок около Амбуаза, где умер в 1519 году в возрасте 67 лет. Редактор субтитров А.Семкин